Чем нагляднее, тем понятнее. Это правило действует для самых разных школьных предметов. Например, это урок ОБЖ. Ученикам объясняют, что нужно делать, если человек подавился. Так называемый прием Геймлиха отрабатывают на специальном манекене. Находим повздошные кости, вот они у нас. Указательными пальцами сводим, вот тут ставим посерединке кулачок, другой рукой обхватываем его и резким движением, оп, все, молодец. Создать карту или макет школьного двора можно не только при помощи карандаша и бумаги, рассказывают педагоги. Воплотить такой проект в жизнь подросткам поможет программа по моделированию, а также навык управления маленьким летательным аппаратом с видеокамерой. Есть такая функция, посадка на руки. Попробуем. Также можно попробовать залететь с руки. Кто хочет попробовать? Решать сложные технические задачи, планировать работу на несколько шагов вперед и овладеть современными технологиями. Всему этому научат школьников в образовательных центрах «Точка роста». Это центры, в которых оснащается несколько зон. Проектная зона, зона каворкинга, шахматная зона. А самое главное – зоны, которые позволяют нам на другом, более высоком современном уровне проводить такие занятия, как технология, основы безопасности жизнедеятельности и информатика. В Грачевском районе таких точек роста сразу четыре. Одна из них – в селе Старомаревском. Здесь, в центре, планируют заниматься почти 400 школьников с 5 по 11 класс. Правда, пока они плохо представляют, как будут проходить занятия. Что-то изобретать, что-то создавать. Ну, это то же самое, что и школа, только не на уроках. Но дети уже вполне удобно разместились в шахматной гостиной центра и познают секреты королевской игры. Чтобы предугадать, что сделает соперник и отразить, надо подумать и думать на два хода вперед. Символический ключ от «Точки роста» ученикам передали на торжественной церемонии, а также познакомили с образовательным центром, который располагается в двух кабинетах. На информатики собираемся программированию обучаться. На технологии ребята будут обучаться работе с квадрокоптерами. 3D-виртуальными шлемами. Также у нас в оборудовании 3D-принтер, на котором ребята будут учиться, создавать 3D-модели. И у нас стоят манекены, на которых они будут отрабатывать свои навыки первой помощи. Обучать школьников будут преподаватели, которые прошли специальную подготовку. Таких в крае почти сотни человек. В школьное время кабинеты «Точки роста» будут использоваться под проведение школьных предметов. ОБЖ, технология и информатика. А во внеурочное время ребята здесь смогут творить, моделировать и конструировать. Только в этом году таких «Точек роста» в крае откроется 70. Через три года их станет в четыре раза больше. А на одном из занятий в образовательном центре побывали Ирина Ивановская и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.